Здорово! Здорово! Ты с Украины? Нет. Я на севере живу, западного полушария. А ты откуда? А почему у тебя флаг Украины вот сзади? Ну, потому что я поддерживаю Украину. Сегодня любой здравомыслящий человек должен поддерживать Украину. Нет. Как нет? Почему? Ну, потому что Украина сегодня является жертвой агрессии. Для того, чтобы понимать, что такое агрессия, можно почитать, что такое агрессия военная. Я знаю, что такое военная агрессия. Что это такое? Ты с севера, да? На севере живу, западного полушария. Так что такое военная агрессия? Какая разница? Я не хочу тебе объяснять. Ты все равно не поймешь, что ты Украину поддерживаешь. И что? Они не могут понять. В каком смысле? А что ты ругаешь сама там? Тебя что-то злит? Я не знаю, что меня весят такие люди, как ты, и такие украинцы. Потому что вы тупые, вы нихуя не выкупаете за Владимира Владимировича Путина. Вовочка Путин, это прототип анекдотов. Знаешь, есть такие анекдоты про Вовочку? Вот это прототип. Головы на плечах нет, живет прошлым, агрессивный и недоразвитый мир осего. Вот это Вовочка Путин. А Зеленский тоже Вовочка, если что. Я про Зеленского сейчас не говорил, я говорил про Вовочку Путина. Я говорю про Зеленского, он ублюдок. А что тебе Зеленский плохого? Вот смотри, Путин… Что он мне плохого сделал? Да, что он тебе… А он твой президент? Он должен тебе нравиться? Нет. А почему тогда? Мне не нравится то, как он сейчас себя ведет. А что он сделал тебе лично? Что он сделал? Как он себя ведет? Что он тебе сделал? А Путин тебе лично что сделал? Рассказывай, мы с тобой начинали наш диалог о том, что такое военная агрессия. Вот Путин совершает военную агрессию в отношении суверенной страны. Об этом говорит все мировое сообщество. Украину поддерживают сегодня практически все развитые страны. Россия сегодня поддерживает Эритрия, Беларусь, опять-таки Лукашенко и его режим. Потому что в основном люди в Беларуси не поддерживают в Украине. А вот ты сидишь такой, который тебе плохого никогда ничего не сделал, ни Зеленский, ни украинцы. Но при этом ты люто ненавидишь и очень агрессивен по отношению к Украине. И практически ни за что. Да. Вот у украинцев есть причина, почему они должны быть агрессивны к тебе и почему они должны тебя ненавидеть. А у тебя к украинцам нет. К чему его имя украинцы нахуй стоят еще с 2012 года? А почему тогда ты об этом не говорил в 2012 году? Я говорил. Покажи мне где. Покажи мне где ты об этом говорил. Понимаешь, сейчас такая риторика у людей в России. Покажи мне все. Ты понимаешь, что если я тебе покажу, то мне скажут. Это сфабрикованная хуйня. Ты знаешь, что такое пропаганда российская? Ты понимаешь, что такое пропаганда? Пропаганда российская у чего? Российская пропаганда. Ты понимаешь, что это такое? Российская пропаганда? Да. Я хотел тебе просто показать, как работает психология и как работает пропаганда вообще в России. Создаётся какая-то картинка для людей, показывается, при этом никаких фактов по этой картинке ты найти нигде не можешь. Их просто нет. И говорят тебе, вот это плохое. Ты говоришь, ну понял, хорошо. И начинаешь люто ненавидеть, например, Украину. Потому что тебе так сказали. Тебе не объяснили, что происходит на самом деле. Тебе просто сказали, что вот они плохие. И ты их начинаешь ненавидеть. Если это факт. Так я же задал тебе вопрос, что тебе украинцы сделали плохое, ты не смог мне ответить на этот вопрос. Ты говоришь, мне не нравится Зеленский. Я говорю, ну он же не твой президент. Появились на свет. Появились на свет. Как ты нацист? Нет. Но если ты говоришь... Поддерживаю свою страну. Агрессией и ненавистью? Ты поддерживаешь свою страну? Я свою страну могу поддерживать, как хочу. Нет, но ты её поддерживаешь агрессией и ненавистью. Я понимаю, что ты поддерживал её, знаешь как? Да, б***ь, я говорю, на хуй ты меня перебиваешь? Нет, ты говорил, я ты просто меня перебил. Ты даже не обратил внимания на это. Я сегодня, на хуй. Хочу прощаться. Я говорю, б***ь, ты меня перебиваешь. Ну всё, давай. Вот еще одно подтверждение, ребята, тому, что такое сегодняшняя Россия. Ни на один вопрос этот человек не сможет ответить. Он не знает ответов. Вернее, он прекрасно все понимает. Он прекрасно понимает, что в Украине ничего плохого никогда не делали России. Он прекрасно понимает, что Зеленский – это не его президент. Это президент другой страны, которого выбирал другой народ. И он к этому не имеет никакого отношения. Но вот эта имперскость, эта агрессия и эта злость толкает его на разные действия. Причем, когда он получит повестку и его отправят, он, скорее всего, поймет, что происходит в Украине. Потому что, как только они попадают на передовую, их мысли меняются. Они уже не называют это специальной военной операцией. Они уже прекрасно понимают, что это другая страна. И что с ними сражаются не только военные, но и народ Украины. Они все это прекрасно начинают понимать. Как-то так, друзья. Я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.